Всем привет! Я шеф-кондитер Александра Овешкова и сегодня я расскажу вам, как приготовить универсальный ванильный крем. Он состоит всего лишь из двух ингредиентов. Этот крем универсален, его можно использовать как в бисквитах, так и украшать ими капкейки, либо намазывать на хлеб, в общем, куда вашей душе угодно. Как я уже сказала, в основе этого крема будет всего два ингредиента, это сливки и стручки ванили. Поэтому обязательно досмотрите видео до конца и вы узнаете, куда еще можно использовать стручки ванили, чтобы не выкидывать их. Друзья, для того, чтобы натуральным способом ароматизировать сливки, вам понадобятся самые настоящие стручки ванили. Они продаются в кондитерских магазинах. Мои самые-самые любимые это ванила Lab. Посмотрите на упаковочку и на стручки. Они очень большие и жирные. В них огромное количество семян, которые не сравнятся ни с одним стручком с полки магазина. Сейчас я покажу вам, как правильно извлечь семена из стручка ванили. Самое важное в стручке ванили это семя. Поэтому мы начинаем надрезать верхнюю часть и освобождать семена. Я буду использовать один стручок. По рецептуре у вас идет два, если вы работаете с какой-то другой фирмой. Ванила Lab они очень большие и в них огромное количество семян. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Надрезали верхнюю часть. Теперь раскрываем наш стручок, вставляем нож и начинаем выгонять наши семена. Посмотрите, какое огромное количество семян с одного стручка. Кладем их в сливки. Стручок я разрежу пополам. Тоже добавлю в сливки. Друзья, мы доводим наши сливки с семенами и стручком ванили до кипения, чтобы ванили лучше раскрылось. После чего переливаем их в какую-то металлическую или стеклянную плоскость, для того, чтобы наши сливки быстрее остыли. Остужаем до комнатной температуры и отправляем в холодильник на ночь. Друзья, наши сливки с семенами ванили и стручками прокипели. Сейчас мы переливаем их в какую-то плоскость. У меня это большая металлическая кастрюля, для того, чтобы металл быстрее передавал температуру. Процеживая от стручков. Накрываем пленочкой в контакт. В контакт это когда пленка соприкасается с поверхностью, чтобы у вас не было никакой корочки от сливок. И сейчас наступает, пожалуй, самая неприятная часть этого рецепта. Это ожидание. Если ты тоже не любишь ждать, ставь лайк этому видео. Сначала остужаем наш крем до комнатной температуры, чтобы у вашего холодильника не случился шок. После чего переносим в холодильник минимум на 12 часов. Друзья, 12 часов прошло. Наш крем отстабилизировался. Сейчас мы перекладываем их в дежу комбайны и начинаем взбивать до устойчивых пиков. Не забывайте собирать всю ваниль, все семена с донышка вашей кастрюльки. Взбивать можно на высокой скорости. Главное, чтобы вы все не оказались во взбитых сливках. Когда начали взбивать сливки, можно добавить сразу же сахарную пудру. Я использую сахарную пудру доктор Откер. Друзья, посмотрите, какой нежнейший, сливочный, воздушный крем у нас получился. В дальнейшем вы можете использовать его как для украшения капкейков, либо других бисквитных тортов, или кушать просто так. Друзья, мы с вами приготовили универсальный, очень простой крем, который готовится сильно быстро. На случай, если к вам вдруг пришли родственники, а вам нужно быстренько испеть бисквит, украсить его кремом, этот вариант вам подойдет. А также напишите, какие крема используете вы, какие чаще всего готовите, и какие вам больше нравятся. Пишите в комментариях, я сама их читаю и лично отвечаю. А теперь, как и обещала, делюсь с вами секретом, что же делать с остатками стручков ванили. Мы их хорошо промыли от сливок, теперь они у нас высохнут полностью, при комнатной температуре, после чего их можно измельчить в кофемолке, либо в измельчителе, у кого есть машина Кенвуд, можно на нем, на нем вообще все в пудру измельчается, и добавлять в бисквиты, либо в какие-то крема. У вас получается ванильная пудра, безумно вкусная и ароматная. А если вы хотите научиться готовить невероятно вкусные современные муссовые десерты, приходите на мой бесплатный вебинар, ссылка будет под видео. С вами была Александра Овешкова, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие вкусные видео.